началась весна и на дорогах появились абсолютные безумцы это по-моему сингл спид у него даже нет сзади трещотки то есть педали жестко связаны с задним колесом и тормозить можно только силу и ног да нигде нет ручки тормоза руль баранка а впереди у нас там спуск довольно приличный через километр он на поясе у него висит юлок то бишь замок пристегнутый к поясному ремню ничего у него нет никаких инструментов сумочки я не видел как они бьются но наблюдал моменты когда ничего слетали с дороги на проспекте победа однажды я одного такого остановил и долго с ним говорил сам со львова приехал в киев работать собрал вот себе такую машину смерти и у него выскочили ноги из педали на большой скорости он же не может остановить движение ног во время езды и мы шли я стал его догонять шутку уже скорость за 50 пошла вот реагировал ли он на меня или сам так быстро гнал но ноги у него выскочили из педали и велосипед он поднял ноги он не может схватить педали где же крутятся вот и он пытается поймать но не отбивает ноги в результате он теряет контрольное управление было себя начинает бюлеть а скорость за 50 было я думаю ну все сейчас посмотрим как он будет брать это бывшая улица смирного ласточкина а ныне а ныне это вознесенский спуск здесь как раз находится художественный институт справа это так тормозят и конечно внизу спуск я проведу с ним осознительную беседу молодежь но я посмотрю на сколько у него хватит храбрости вообще пробовал немножко кататься на этих машинах на народном месте азартно несомненно она создана для скорости для риска и больше ни для чего то есть сейчас парню надо давить на педали в обратную сторону уже так приходится проносить ногой и 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 Привет! Как зовут? Паша. Ну ты, конечно, в этой машине смерти катаешься. Не боишься? Я понял. Когда ты ее приготовил себе? Сегодня. А завещание написал? Завещание написал еще лет 5 назад. Это правильно. Отдать мою машину поломанную после моей смерти. Ну и там дальше. Перечень лиц, кому что отдать, кому колесо, кому красить. Все целиком. Уважаю. Но один совет. Переходи быстрее на шоссер. Я уже много катаюсь по городу. Каждый день насмотрелся на вашего брата изрядно. Вот. Делай второй верх. Нормальный. Паша, внимаешь моим? Внимаю. Словам. Внимаешь? Ты меня переставай смотреть. Давай. Я с тобой чуть-чуть проеду. А чем ты занимаешься? Где работаешь? Программист в инвестиционной компании. Ага. Адреналина не хватает. Понятно. А по телеге спускался? По Франко? Да, я везде спускался. Везде уже, да? В зиму не катался. Я понял. А ты на Фейсбуке есть? Есть. Да. Там ты выкладываешь свои подвиги? А? Там ты выкладываешь свои велоподвиги? Да, не, они абсолютно. А, ясно. Ну, ладно. Не буду тебя мучить. Я буду ездить на транспорте. Не буду тебя обучать. До встречи. Счастливо. Далеко ехать сегодня? Нет, я приехал. А, ну все. Хорошего вечера. Да, нет, он нормально. Вот так. Небольшая встреча с Пашей. Из инвестиционной компании. Паша, знай наших. Ну, видно, конечно, что не тренированный вышел. В принципе, навыки сохранились, но еще нет. Ощущение силы в теле. Вот. Видно, что тело быстро устает. Обычно тремор появляется быстро. В ногах. И прочее. Ну, отчаянный парень. Не знаю, внял ли он моим словам вряд ли. Может быть, и внял. Впрочем, я сам сумасшедший. В какой-то мере. Но не в такой. Хотя, может, и в такой. Сознавривно не видел. Это просто очень чудо-ражды. Дайку и тормозить. Прочее. Не знаю. Была ли включена у меня сегодня запись. Я выехал без пульта. Все-таки запись шла. Отлично. Сегодня у нас какое-то там 10 число марта. И немножко похолодало. Похолодало. Городуса 3-4, наверное. После вчерашнего рая все это кажется каким-то странным зимним дежавю. Так, я собственно ехал домой. И так скучал. Пока я на 3-й паж прокатиться еще немного. Или уже можно рвануть к дому. А, ну вот, можно по-глубочески подняться. Точно. По волнам. А потом на глубоческую. Это хороший маршрут. Я же, собственно, свернул на воскресенский спуск, только благодаря Паше. Задумался я о Паше синглспид. Вообще, конечно, для формирования характера личности нужен риск, приключения, испытания. Где программисту получить это в реальной жизни? Вот и придумывается какая-то такая вторая жизнь. И в этой жизни уже действительно много андреналина. Я вспомнил Эрнста Юнгера. Он был солдат, потом офицер германской армии в Первую мировую войну. и написал отличную книгу Storm of Steel или как там она «В стальных грозах». Это своего рода полное противоставление книги Ремарка на Западном фронте без перемен. Ремарк был пацифист, конечно. А Юнгер совсем по-другому ощущал войну. Он был в штурмовых группах в 2016 году. немцы создали впервые такие тактические подразделения, как штурмовые группы, для того, чтобы прорывать оборону противника не фронтальным прорывом, а огромными массами пехоты, а отдельными группами, которые как бы просачивались в расположение противника, используя знания своего ландшафта. Вот. Отличное вооружение, гранаты, стрелковое оружие. Вот. Не ввязываясь в осаду какого-то там пункта. И вот Эндерст Юнгер хорошо передал восторг вообще этого штурма. Интересно было бы его посчитать. Его вообще как-то старались затушевать, как писателя, связываясь с Гитлером и прочее. Но он благополучно дожил до смерти, свою репутацию не потерял. Но это как бы вторая сторона человеческой натуры раскрыта у него там. Я все хочу почитать эту книгу. Так его все, во все времена нужен риск. И что интересно про этого Энстерта Юнгера, он был сын порядочных буржуазных родителей, учился в университете и до Первой мировой войны вдруг ни с того ни с сего умудрился сбежать и завербоваться во французский иностранный легион. Вот просто человек с университетской скобни сбегает. во французский во французский иностранный легион можно было завербоваться человеку любой нации. Это такое интересное в принципе военное подразделение. И когда его отец отыскал, оказалось, что он в этом французском легионе уже сидит в тюрьме, в военной тюрьме за непослушание, за отказ выполнять приказ и что там за что-то. Вот это приключение. Ну, поскольку отец был юристом, забыл, имел связи, он все-таки сына своего освободил и тот вскоре уже попал на поля сражений Первой мировой войны. Вот это о приключениях и о том, что человеку нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ